Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Продолжаем изучать царские молитвослов. И перед нами перечень тех видов блудодеяния, за которые священник отлучается от сама. Священник соблудливый, или прелюбодействующий, или мужеложник, или занимающийся скотоложеством, или птицеложеством, или муженеиствованный на свою жену, или волхвам себя предавший доизвежица по 51 правилу великого Василия. Я вам же говорила, что в этом молитвословии собраны те каноны православия, которые утверждались Вселенскими соборами. Итак, священникам запрещены все виды блудодеяния. В качестве вывода мне бы хотелось вновь пробежаться по тем понятиям, которые у нас есть в наличии. И начнем мы со слова «соблудливый». Соблудливый значит легко поддающийся блуду. Я вам уже говорила, что блуд может быть как духовный, так и на уровне физической плоти. Духовный блуд – это неустойчивая мировоззренческая позиция, и он может довести до еретичества. А блуд на уровне физической плоти включает в себя все виды грехопадения, которые связаны с сексуальными наслаждениями. И здесь, в принципе, перечислены частично все эти разновидности. Первая разновидность – это прелюбодеяние, то есть измена жене. Следующее – это мужеложество, то есть сексуальная связь с мужчинами. Дальше – зоофилия или скотоложество, сексуальная связь с животными. Мы поговорим об этом отдельно, поскольку несколько отличается, скорее всего, женское и мужское скотоложество. Мужчина, как правило, действительно совокупляется со скотом, с козами, с коровами, с лошадьми, с лицами. Я не буду сейчас перечислять всех тех животных, которыми происходит подобное грехопадение. Мы поговорим отдельно. Дальше – следующая позиция – это птицеложество. Откровенно вам скажу, в текстах Библии я не находила такого понятия. Мы с вами обязательно об этом поговорим отдельно. Понятно, что это сексуальные отношения с птицей. Ну и следующий термин – это мужениствование. Мужениствование на свою жену. Что такое неистовство? Это необузданность проявления каких-либо чувств. Это характеристика, которая включает в себя как позитив, так и негатив. С одной стороны, необузданность в чувствах. Может быть, проявление положительных эмоций, с другой стороны, отрицательных. Возьмем, например, чувство любви. От любви до ненависти – один шаг. От восхищения, от желания можно перейти, извините, к насилию. Ну, понятно, что этот термин включает гнев, агрессию, побои, буйство. Следующий термин – это у нас предание себя волхованию. Я его объяснила. Это либо взаимосвязь с колдунами и магами, либо занятие колдовством и магией. Вот такой священник должен быть лишен сана. И в данной заповеди написано «Доизвержится по 51 правилу великого Василия». На этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Продолжение следует...